всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня пятница еще одна неделя пролетела как ветер приближая нас долгожданным праздником как обычно по пятницам я сегодня даю вам отчет беременности у нас сегодня 22 и 23 неделя почему говорю о 23 неделе включительно потому что в реальном времени это срок моей беременности и мы своими отчетами еженедельными догнали наконец-то реальное течение и срок беременности на данный момент поэтому отныне каждую неделю буду давать вам отчеты в реальном времени чем же особенными были последние две недели 22 и 23 неделя на 22 недели с наступлением зимы я как уже вам на прошлой неделе говорила я простыла ничего особенного конечно же обычное дело и каждый год я как правило простываю особенно в последние наверное несколько лет но во время беременности это конечно же такой волнительный процесс почему потому что обычно простуду я не переношу быстро и легко то есть если у других людей это там два-три дня и ты снова как огурчик у меня это как минимум две недели и вот последние разы когда я простывала или заболевала то это у меня кончалось там двумя неделями постельного режима с температурой 38 отитом и так далее соответственно я пила антибиотики пыталась как-то возобновить свое здоровье поэтому сейчас для меня это было очень волнительно и я ни коим образом не хотела заболевать так как я заболевала в последние разы поэтому первым делом что я сделала я отправилась гинекологу благо у меня как раз подошел срок моего очередного визита ежемесячному гинекологу и соответственно я уточнила все что я могу принимать как мне лучше лечиться узнала я что на самом деле принимать практически ничего нельзя из тех препаратов которые разрешены что я делала я полоскала нос акваморис по моему называется потом лизабакт это таблетки которые ты рассасываешь во рту их я принимала против воспаления и боли боли в горле и дополнительно в горло я также использовала препарат tantum verda то есть это те препараты которые можно использовать во время беременности конечно большого эффекта они не дают или большого облегчения или снятия симптомов но тем не менее они безопасны для малыша и плюс ко всему помогают бороться с заболеванием и на ночь если я уж совсем плохо себя чувствовала и никак не могла держать дышать и нос закладывала то я использовала детский називин но это тоже один или два пшика за сутки не более того и таким образом за неделю я все-таки наверное пришла в себя и быстренько я с этой простудой справилась что касается малыша малыш к этому сроку 22 23 недели уже достиг порядка 450 грамм и если смотреть в длину то это уже около 20 сантиметров когда я была у своего гинеколога она сказала что для моего срока у меня живот достаточно большой потому что есть женщины у которых на этом сроке в принципе живота практически нет у меня он уже такой внушительный поэтому мы еще раз обсудили конечно же все моменты прибавления весе мы взвесились но весом по чуть-чуть еще прибавляется но последние пару недель он все-таки стоит без изменений поэтому я до сих пор настроена решительно слежу за тем что я ем и за своим питанием и пытаюсь держать под очень четким контролем прибавление своего веса мой доктор сказала мне что через месяц я должна прийти к ней и максимум что я могу набрать это полтора килограмма я понимаю что для меня это действительно будет но большим большим таким заданием не превысить эту норму но будем стараться что важно в этих неделях первое отметить то что малыш уже в случае экстренного кесарева или какого-то чп когда все-таки он вынужден был бы например родиться на свет в этом сроке то есть шанс что он выживет конечно же его легкие еще не работают и системы пищеварения и так далее не готовы самостоятельно полностью перенять всю работу поэтому если малыши на таком сроке рождаются их помещают в специальный инкубатор который поддерживает и нужную температуру и нужный уровень влажности и соответственно системы подключаются таким образом чтобы вентилировать легкие дополнительно и чтобы кормить малыша для того чтобы он смог выжить но мы-то никуда еще не собираемся на животике хорошо и комфортно поэтому продолжаем и расти и радует то что из всех 450 грамм практически 100 грамм занимает мозг то есть малыш его мозг его нервная система и главные витальные органы они уже развиты практически полностью сейчас в общем-то дело только за малым они до развиваются в утробе мамы еще четыре месяца до стандартного срока рождения и конечно же движение малыша они стали намного более четкими и намного более сильными так как он растет место ему становится все меньше и меньше на этой неделе и на прошлой неделе мы конечно же были в восторге от его шевелений от того насколько сильнее эти шевеления стали и порой ты понимаешь что он прям дает интересно наблюдать за тем как он отвечает не знаю на самом деле не уверена рефлекс это и совпадение ли это или действительно малыш уже отвечает на какие-то наши сигналы например когда папа приближается к животу и с ним разговаривает зовет кладет руку пару раз действительно было так что именно на зов или или чуть-чуть пальчиком когда по животу постучишь он как будто бы отвечает и дает такого пинка что ты не понимаешь и плюс очень интересно когда смотришь на живот уже появились четкие очертания того как малыш лежит например если он звездой там или по диагонали как-то расположился это один край живота выбирает больше второй край живота естественно имеет небольшую впадину и ты можешь руками нежно и очень легко нащупать где находится его голова где находится низ его тело и соответственно уже понимаешь вот эти маленькие маленькие очертания и естественно для меня это прям очень странно то есть это абсолютный сюр когда ты все-таки понимаешь что ну да там есть человек и он уже имеет какие-то четкие линии четкое тело и ты понимаешь что ваш ребеночек он реально сейчас с вами то есть да ты его не видишь да он еще не родился но он уже вот пять месяцев как же живет вот в этой квартире с вами он слышит звуки уже он занимается там какими-то своими делами и наверное насколько позволяет его сессорика на данный момент он наблюдает за тем как мы живем и как протекают наши дни конечно это не знаю для меня это как-то граничит опять же с этим чувством реальности чувством нереального я до сих пор до конца не понимаю и я думаю наверное даже после родов я до конца не пойму что случилось наверное для меня как то есть такое подозрение займет несколько месяцев именно жизни с малышом уже здесь родившимся чтобы в общем-то осознать что действительно сейчас у меня да у меня есть сын у меня есть ребенок в моей жизни много что поменялось пока не знаю для меня это абсолютный сюр поэтому мне на этой неделе как раз таки было очень интересно пообщаться с другими мамочками и узнать как они проживают именно эти недели насколько у них есть вот это осознание происходящего и конечно же еще один важный момент как у них с чувством терпения потому что эти две недели помимо всего они для меня были очень так четко обозначены моим нетерпением потому что я понимаю что ну вроде бы да пять месяцев уже прошло шестой начался но все равно мне кажется это так долго это так долго еще ждать до апреля это реально невероятно долго и я понимаю что впереди еще огромный живот чувство дискомфорта это меня конечно же не пугает и я даже к родам на самом деле достаточно спокойно сейчас отношусь если до беременности они меня пугали просто жутко и в начале беременности я даже не знала на самом деле что меня пугает больше сами роды эпидуралка или весь этот процесс в общем то сейчас я как-то конечно же стараюсь об этом не думать но тем не менее роды меня как-то не знаю меньше наверное стали пугать я настраиваю себя на то что вот у меня есть малыш и это то что мы должны сделать для того чтобы привести малыша на этот свет соответственно по поводу родов я пока не волнуюсь но вот именно нетерпение и ожидания это меня убивает надеюсь последующей неделе это какое-то чувство внутреннее состояние она поменяется но пока она вот так и для того чтобы иметь хоть какое-то общение с мамочками потому что сейчас у меня она достаточно ограничены и даже если у меня есть там две-три девушки женщины молодые с которыми я общаюсь на эту тему которая либо сейчас беременна либо уже родили это все равно это количество слишком маленькая для того чтобы как-то создать свою картину и знаю что в общем то самого начала и вам тоже в том числе я говорила что я против разных формов против того чтобы читать в интернете информацию и ее искать таким образом давая себе триггер искать еще больше больше но все же я нашла аппликацию которая называется мамз лайф я в ней зарегистрировалась и эта аппликация это приложение в телефоне где сообщество молодых мамочек или уже более опытных мамочек они общаются на разные темы начиная от беременности и того что происходит во время беременности заканчивая воспитанием деток семейных отношений сложности которые с которыми они сталкиваются и в общем говорят о реальной жизни не только вот всем этом прекрасном господи самое красивое время в моей жизни и вот магические роды там я не знаю жизнь моя поменялась и разделилась на до и после но реально они там говорят о вещах которые их заботит и которые с которыми они сталкиваются в ежедневной жизни и на самом деле я поняла что это очень очень хороший источник поддержки и какого-то ободрения и не знаю какого-то спокойствия конечно же я до сих пор ставлю жесткий фильтр и я отказываюсь там смотреть какую-то медицинскую информацию и естественно иногда остро реагирую на посты молодых мамочек или беременных женщин которые задают медицинские вопросы касательно своего состояния беременности или детей вот именно мамочка вместо того чтобы позвонить врачу но если отфильтровать все эти моменты как с которыми лично я может быть и не согласна все равно есть очень большое количество прекрасных знающих информированных образованных адекватных женщин которые готовы делиться своим опытом которые готовы поддержать в трудную минуту которые действительно читают твои посты и которые отвечают тебе по своему опыту от сердца с совестью и действительно там я узнала и получила и до сих пор продолжаю получать очень много информации которая для меня полезны и откладывается не только касательно беременности в состоянии того что женщины проходят но и также касательно того что происходит после родов с детками когда они например там не знаю переходят на питание или или грудное вскармливание когда с ним есть какие-то осложнения когда есть там не знаю проблемой со сном малыша или просто когда перед женщиной стоит задача отрегулировать этот сон таким образом чтобы малыша появился режим ну и в общем очень 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 много разных моментов которые ну не знаю начиная от самых банальных и простых которых ты действительно знаешь и понимаешь что они должны быть учтены заканчивая какими-то необычными вещами которых ты даже бы и не подумал но ты понимаешь что в жизни разное бывает с малышами разное бывает с мамами разное бывает и с этим нужно считаться и нужно понимать что мы на сто процентов никогда не можем знать как мы будем проживать беременность как мы будем проживать рождение ребенка и так далее кстати наконец-то посмотрела фильм с шарли стерона кто называется то ли история которого рассказывает о молодой маме которая родила поможет для третьего ребенка и соответственно она помимо воспитания уже старших детей один из которых имеет сложности в развитии она еще имеет дело с новорожденным и там речь идет о выгорании молодой мамы и о том что к ней приходит в дом ночная няня которая в общем-то меняет эту ситуацию в корне помогает ей и соответственно там эта история вся обсуждается почему этот фильм мне больше наверное понравился чем нет именно как раз таки из обсуждения этой темы потому что вот сколько опять же я не говорила с мамочками я очень мало слышу о том чтобы они говорили о своем эмоциональном состоянии о своем психическом состоянии о том что с ними делает этот недосып режим особенно когда может быть партнер не очень помогает или вообще партнеры рядом нет и вот все эти сложности с которыми сталкивается женщина они очень редко обсуждаются и вот как раз таки в мамз лайф я вижу что женщины эти темы обсуждают то есть это такое сообщество и такая платформа где они могут действительно друг с другом поговорить и по крайней мере высказаться троллей там хватает злых женщин там конечно же хватает и даже когда ты не знаю там в какую-то горячую дискуссию включаешься той меня самой порой приходится себя тормозить и как-то контролировать для того чтобы не ввязываться в эти дискуссии особенно с провокаторами и людьми которые там находятся исключительно чтобы людей раздражать но тем не менее в большинстве случаев это действительно великолепная платформа и я понимаю что вот поддержку женщины там получают и дают друг другу и для себя я ее тоже получила и это очень здорово связи с этим конечно же я думаю о развитии своего канала я кстати в мамз лайф тоже опубликовала уже пост и вообще в в контексте нашего также конкурса предыдущих недель когда мы говорили говорили о развитии канала новых рубриках помимо тех которые победили в конкурсе о них я кстати буду говорить в понедельник так как был уже на этой неделе вопрос от подписчицы по поводу того какие же рубрики победили но я уже начала работу также для того чтобы с января добавить помимо тех новых еще пару рубрик и они будут как раз таки рубрики с экспертами по беременности по психиатрии психотерапевтики и мы будем говорить о том что что происходит женщины именно вот в этот период ее жизни уже с января мы начинаем и запускаем беседы с психотерапевтом на тему эмоционального и ментального здоровья женщины до беременности во время беременности и уже потом после беременности там тем миллиард просто которые мы можем обсуждать и которые мы будем обсуждать и думаю будет очень интересно поэтому в январе обязательно ждите эту рубрику и также я работаю над тем чтобы привлечь к разговору гинеколога и все-таки обсуждать медицинские темы с профессионалом и третье я уже они на самом деле говорила в первом первом своем выпуске но тем не менее сейчас для меня эта тема стоит очень остро работаю над тем чтобы приглашать к себе в гости молодых мамочек или беременных женщин для того чтобы они также делились своим опытом потому что вот прочитав все эти истории которые происходят с женщинами в мамзлайф я понимаю что эти истории просто невероятны они помимо того что просто иногда сложно поверить что женщины могут так много пережить и в них так много силы так много упорства и так много любви чтобы проходить разные сложные ситуации и заканчивая тем что но просто вот так вот если абстрагироваться и попытаться там сильно эмоционально не включаться ты слушаешь этих женщин это понимаешь что это просто невероятные истории поэтому в январе я очень-очень надеюсь что уже смогу подготовить первые выпуски как раз таки с беседами с этими женщинами и мы поведаем вам разные интересные истории на этом я заканчиваю свой выпуск закончим эту неделю на такой позитивной ноте и такой очень не бодрой ноте в готовности работать и делать какие-то новые вещи вас я еще раз благодарю за то что вы провели эту неделю со мной благодарю всех кто участвовал в нашем конкурсе на этом с вами прощаюсь желаю великолепных выходных готовимся все к празднику надеюсь настроение у всех уже бурлит шкварчит и не знаю что еще там делает сияет и мерцает как праздничная елка увидимся с вами уже в понедельник пока